Пока проект Выживший я, к сожалению, не запустил, но экспериментирую и тренируюсь я на проверке лайфхаков. Совсем скоро, ребят. Димон! Полин, как тебе моя прическа? Да нормально, ну все четенько, что ты врешь? Ладно, ребят, честно говоря, шутка немного затянулась, естественно, я на усы не подстригся, просто немного подровнял себя. Друзья, помните, что случилось с Жигой? А если не помните, то напомню, она сейчас не в рабочем состоянии, поскольку у нее нет номеров. Но не все так плохо, я тут кое-что нашел и сейчас вам расскажу. Так вот, токсикоз по поводу отсутствия Жигули очень легко лечится, сейчас покажу. Я нашел вот этих ребят, они в эту субботу устраивают ралли-кросс соревнования, и кажется, это будет мое первое в жизни соревнование. Если интересно, в следующей истории их будет страничка. Уже мчу на свое первое в жизни ралли-кросс соревнование. Смотрите, что будет дальше. Ну я добрался, смотрите, какие тут зверюги. Вот они красотки, вот они. А параллельно там еще вон. Сегодня будем гонять! Прошло время второй тренировки, у меня все болит. Прошел только день. Я не знаю, как я буду выполнять те упражнения, которые я в прошлый раз делал. Реально, все просто невероятно болит. Ой, будет сегодня изнасилование. Ой, ты какого хорошего! Ох, она всего меня облазала. Какого? Чего тебе? Напишите те, у кого действительно есть возможность забрать собаку к себе, либо к друзьям, либо знакомым, к родителям. Ребят, вы много пишете, я все сообщения читаю. Спасибо вам большое, для меня это очень важно. Спасибо, что переживаете, поддерживаете. Люблю. Ребят, всем привет! Сегодня я хочу вам доказать, чем животные все-таки лучше людей. Итак, слушайте. Многие из вас знают, что я искал владельца для собаки Коко. Возможно, я вас жестко этим задолбал, но хозяин так не нашелся. А история моя начинается с того, что парень из Питера написал, сказал, что хочет забрать собаку. Мы с ним договорились о времени примерном, о месте. И дальше, ребят, я прикрепляю скрины нашего общения в директе. Кому интересно, читайте. Так что, ребят, мораль всей басни такова. Не уподобляйтесь таким людям, как вот этот молодой человек. Я знаю, что это, скорее всего, фейк, и это не настоящий чувак, и не надо ему писать, звонить, потому что номер недоступен. Я даже больше скажу. Я с самого начала не доверял этому человеку, судя по его поведению. Но я, наверное, как доверчивый дурак, понадеялся, что действительно неужто человек может приехать из Питера в Москву и забрать собаку. Обидно, что такие люди существуют, и я даже не могу понять, что ими движет. Не знаю, какой в этом был смысл. Может быть, вы знаете. Так что, ребят, какое все еще ищет хозяина? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима, может, хватит? Да не хватит, не хватит. Да ладно, я словлю. И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых розах теперь, где бы я не вглублялся. Лег я занят звонки без ответа дайте. Успел сегодня поснимать Диму, потренить, еще вечером встретиться с важным для меня человеком. То есть продуктивный, продуктивный день. В общем, Ева мне сказал сказать, что мы ходили на современное искусство, там лазерное, швекши, мекси, пекси, в общем, пространство. Смотрели красивые экспозиции и нам очень понравилось. Так что смотрите у меня в сторис, не отписывайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, сегодня с ребятами сделали пять кругов без остановки. Просто, просто уже начало колоть в боку, но мы справились, потому что идем к своей цели. В общем, слушаю трек Брокша. Слушаю трек Брокша. В общем, уровень скриптонита или вы? Выше. Брокша. Что? Вопрос. Ну? Как ты пришел к этому? Да чувак долго думали. Как называется трек? Это Танта и Танта. Мы ничего не придумали. Сказка. Сказка.